В эфире новости на шестом канале в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. На месте болота современные очистные сооружения. В год экологии в Камешково началась масштабная перезагрузка инфраструктуры, нацеленная на улучшение условий проживания местных жителей и привлечения будущих инвесторов. Перемен в благоустройстве жители ждали давно, и они случились благодаря президентской программе по развитию моногородов. В отлаженной работе новых очистных сооружений и водозаборной станции убедилась лично губернатор. Подробности расскажет Татьяна Данилова. После автоматического запуска новой канализационной станции начинается безотходный процесс очистки. Вначале все продукты жизнедеятельности попадают в сливной цех и в решетки песколовки. Затем идут в биологический блок, где канализация обеззараживается. Там происходит весь биоциноз поедания бактериями, непосредственно всей биологии, которая отправляется людьми, потребителями вот сюда, на эти очистные сооружения. И уже очищенную воду выпускают в природу. Мощность новой канализационной станции в Камешково около 4,5 тысяч кубометров в сутки. Стоимость проекта почти 330 миллионов рублей. О нормальной питьевой воде без ржавчины и запаха камешковцы мечтали не один десяток лет. Программа по развитию моногородов помогла исправить и эту, как всем казалось, безнадежную ситуацию. Водозаборную станцию построили за год. Цена вопроса 245 миллионов рублей. Сейчас здесь 5 скважин глубиной более 50 метров. Вся система, так же, как и с канализацией, полностью автоматизирована. И на этом табло видно весь процесс, сколько добывает каждая скважина. Вот показания есть. То есть сейчас вот на данный момент идёт здесь 5 скважин, 4 рабочих, одна резервная. Показывает на сегодняшний секунду, на сегодняшний момент, сколько производительность каждой скважины. Просто сейчас маленькое потребление, поэтому она показывает. Какое давление? Добытая вода очищается от марганца, железа, других примесей и поступает в резервуары, откуда и пойдёт в квартиры, предприятия питания и другие промышленные объекты на территории Камешково. Подачу воды планируется начать уже с октября. Всё оборудование, кроме немецких насосов, российского производства. С программой моногородов теперь эти трубы, которые не будет останавливаться, это ржавчина. Почему? Потому что на многих трубах нет коррозии и ржавчины. Вы знаете, вот когда они били скважины, мы все пробовали эту воду. И все говорили, насколько она уже лучше той, которая у нас есть в городе. Теперь, когда проблемы с канализацией и водоснабжением решены, в Камешково не стыдно и серьёзных инвесторов приглашать. Специально для них здесь оборудовали целый индустриальный парк, площадью больше 90 гектаров. На торжественном открытии новой инвестиционной площадки Светлана Орлова приняла участие в посадке клёнов. Семь деревьев символизируют семь моногородов Владимирского региона. Участие в федеральной программе по развитию моногородов позволило привлечь в Камешково 820 миллионов рублей, из которых 650 – федеральные средства. Результат – это высокотехнологичное производство. Не зря их называли наши строители производственные. Я всё не мог понять, при чём здесь водозаборы производства, отчистные производства. Это действительно производственный серьёзный комплекс, автоматизированный, капитализированный, с высокотехнологичными как раз там рабочими местами. Не надо завидовать, надо действовать. Губернатор области призывает глав и других шести моногородов, а именно Вязников, Курлова, Мелинок, Ставрова, Кольчугина, Гороховца, равняться теперь на Камешково. Что мы имеем в Камешково? Среда поменялась. Что получают люди? Получают канализацию, хорошую услугу, дороги, освещение, детский сад. Будет ремонтироваться школа, в перспективе новая школа строится. Фонд развития моногородов признал Камешково лучшим проектом, в том числе для привлечения инвесторов. Что касается благоустройства самого города, губернатор дала поручение главе администрации обратить внимание на придомовые территории, где пока еще не хватает пешеходных дорожек и газонов. Татьяна Данилова, Егор Хребко, 6 канал. Переходить будут по правилам. Долгожданный пешеходный переход вместе со светофором появился на перекрестке Суздальского проспекта и трассы М7. Потребность в нем возникла несколько лет назад, когда по соседству открылся крупный гипермаркет. Вместе с ним выросла и проходимость перекрестка. Люди, идущие из торгового центра с тяжелыми сумками, вынуждены были нарушать правила дорожного движения, либо делать крюк в 500 метров, потому что поблизости не было перехода на противоположную сторону Суздальского проспекта. Несмотря на систематические штрафы, граждане продолжали перебегать улицу на свой страх и риск. Ситуация изменилась лишь после вмешательства главы администрации. Андрей Шохин поручил изучить этот вопрос и найти оптимальное решение. Проблема на этом участке дороги назрела уже давно. Очень много было жалоб жителей данного района, не только в наш адрес и в адрес управления жилищно-коммунального хозяйства. Перекресток очень сложный, поэтому пришлось сделать регулируемый объект, пешеходный переход с того отчета обратного времени. Горит зеленый чуть меньше минуты. Специалисты считают, что этого вполне достаточно, чтобы перейти дорогу. Установка светофора обошлась городской казне в 100 тысяч рублей. Никаких проблем с монтажом не возникло. Переход сделали за два дня. К слову, другая сторона перекрестка также была обустроена, но пока в черновом варианте. Доделать ее обещают в ближайшее время. Что касается автомобилистов, на них изменения никак не отразились. А вот жители района уже оценили преимущество нового пешеходного перехода. Когда увидели первый раз, удивились даже. А раньше как переходили? Ну, так же на светофор. Тут горело, вот на этот смотрели и переходили. Самое главное, что не только удобно, но и безопасно, потому что идешь уверенно, что ты идешь на зеленый свет. И не боишься ни штрафа уже, ни то, что тебя не пропустят. Посол мира на колесах. Известный путешественник Нодар-Беридзе приехал во Владимир. Веломарафон «Путь мира», в котором он и организатор, и участник, стартовал в Тбилиси в январе прошлого года. И за два с половиной года охватит более 50 стран Европы и Азии. Основная цель – призвать людей к миру и здоровому образу жизни. С известным путешественником пообщался Михаил Массиянчик. Нодар-Беридзе, известного грузинского велопутешественника, встречают на площади Победы. Первым делом он возлагает цветы к вечному огню. Это дань уважения погибшим и стремление призвать людей к миру. Город Владимир – всего лишь один из пунктов парафонской дистанции, которая стартовала 22 января прошлого года. Велосипед спортсмен выбрал не просто так, а для привлечения внимания общественности. В отличие от мотоцикла и автомобиля, он символизирует здоровье, говорит Нодар. К слову, велопровек по России проходит под лозунгом «Путь мира». Это акция, можно сказать, пропаганда мира и добрососедства, которой в последнее время нам очень не хватает. Для каждого желающего проект открыт, этот проект, ну, интересен будет, в принципе, каждому человеку, потому что здесь как бы новый мир, другая атмосфера, другие взгляды, другие приоритеты. Жизнь Нодара Беридзе круто изменилась пять лет назад, после знакомства с легендарным спортсменом Джумбером Лежавой. Два с половиной года они вместе устраивали велопробеги во имя мира. Тогда Нодар еще не был велосипедистом, а лишь занимался организацией мероприятий. После гибели товарища решил продолжить дело Лежавы. Фактически ездить на велосипеде Нодар Беридзе учился во время велотуров. Времени для тренировок попросту не было, рассказывает он. Владимирские велосипедисты считают задумку путешественника, если не подвигом, то как минимум ежедневной борьбой с самим собой. Я думаю, для него очень тяжело. Я думаю, это каждый день перебарывает себя. Человек, который не катался на велосипеде и взял, и решился проехать 40 тысяч километров, причем я не скажу, что он в очень отличной такой физической, как для велосипеда, форме. Вот, ну, молодец. За день путешественник проезжает около сотни километров. Самая сложная часть маршрута по России – Дальний Восток. Связывает этот спортсмен с холодами и большим расстоянием между населенными пунктами. О своем путешествии Нодар рассказывает в соцсетях. Там же находит и единомышленников. Одним из них стал владимирский велосипедист Давид Хахубия. Он встретил путешественника и познакомил его с красотами города. У него очень интересный маршрут. Он его проезжает сначала в одну сторону, а потом в другую сторону. Интересная такая затея. Путешествует он уже несколько лет. И он как бы сам выразил желание в следующий раз побольше посмотреть достопримечательности. Владимир путешественнику понравился. Особенно золотоглавые купола соборов и золотые ворота. Но обращает внимание Нодар совершенно на другое. Отношения меня больше интересуют. То есть общение с людьми, настрой. Есть когда агрессивные настроения тоже встречаются. А как без этого? Правильно. Всего в планах у Нодара Беридзе объехать 50 стран. Финиширует спортсмен 26 мая 2018 года в Тбилиси, где в честь столетия независимости Грузии пройдет международный велопарад. Путешественник надеется, что спортсмены, с которыми он познакомился во время марафона, примут в нем участие. Михаил Мессиянчик, Александр Мажаров, 6 канал. Для цветов не сезон. В областном центре начали убирать городские клумбы и цветники на зиму. В ближайшее время от взглядов Владимирса спрячут более 40 цветочных объектов. Зато в следующем, в 2018 году, озеленители порадуют горожан новыми арт-объектами. Как переживают зиму Владимирские цветы? Где появятся новые клумбы? И кто главный враг благоустройства? Город к зиме готовила Валерия Саенко. Эту клумбу на пересечении Ерофеевского спуска и Лыбинской магистрали уже готовят к зиме. Вместе с сорняками из почвы без жалости вырываются даже декоративные растения. Чтобы однолетние цветы в следующем году прижились, нужна однородная почва. О том, что здесь был цветник, зимой будет напоминать лишь этот арт-объект. На этой клумбе конструкцию мы хотим оставить в виде ладьи. А вот некоторые кашпо, которые подвесные кашпо, мы их разберем, демонтируем, вывезем. И я думаю, что будет эстетично смотреться и зимой. Постараемся, может быть, как-то и украсить это. Подготовить к холодам сотрудникам благоустройства нужно больше 40 цветочных объектов. Плюс сезонная обрезка деревьев, разработка новых клумб и закупка новых саженцев. Работа по озеленению города с наступлением холодов не останавливается. Многолетние цветы обрабатывают, опрыскивают от вредителей и укрывают для тепла. На обработку каждой клумбы тратят, бывает, несколько дней. Чтобы выдрать цветочки, мы стараемся за день это все сделать. А чтобы еще перепахать, прокультивировать и все сделать как следует, еще день нужен два дня. Самого большого ухода требует вот этот цветник у областной администрации. Здесь посажены самые привередливые растения – розы. С наступлением заморозков их спрячут под лапником, чтобы не замерзли зимой и не сгорели от первых ярких солнечных лучей, когда потеплеет. В этом году им досталось больше всего. Вандалы выдрали из клумб десятки кустов. Это зафиксировано на камере в темноте, они уже убегали. Сколько это в деньгах? Потому что одна роза стоит приблизительно 450 рублей. А сколько вложено в нее труда, удобрения и всего прочего – это неоценимо просто. Но вандализм, к сожалению, во Владимире не редкость. Пока одни сажают, другие выдирают растения с корнем. Больше всего от вредительства страдает центр города. Владимирцы разбивают бетонные вазоны, разрушают вертикальные цветочные конструкции и даже умудряются собирать букеты на клумбах. Но жители города вреда не замечают. Последствия разрушения убираются быстро. Красивые клумбы стали. Разные фигуры. Что нравится? Ну, нравится корабль. Вот на въезде у нас стоит. А так как-то больше не замечал. Ну, вот лебеди красивые. Очень хорошо ухаживают, прополанные и красиво посаженные. Очень даже глаз радует. Есть какие-то любимые объекты в городе? Любимые? В городе центр очень люблю. Ну, и вот где клумбы насажены с питуньями. Обожаю. А поэтому специалисты благоустройства уже готовят для владимирцев город к следующему лету. В новом сезоне в столице региона посадят 350 тысяч саженцев однолетних растений. Этого хватит на 7 тысяч квадратных метров клумб. Новые цветники разобьют, конечно, и вдоль Лыбецкой магистрали, а также в двух новых скверах в Перекопском городке и на улице 850-летия. Валерия Саенко, Александр Мажаров, 6 канал. Обучающий семинар для помощников депутатов. В Белом доме состоялась встреча сотрудников аппарата ЗАГС Собрания со специалистами, которые помогают в работе районным властям и депутатам муниципальных образований. Это первая встреча. О необходимости подобных круглых столов законодательную власть попросили сами работники органов местного самоуправления. На местах ведь тоже принимаются законы, но им порой непросто разобраться в правовых вопросах и необходима консультация парламентариев региона. Для того, чтобы подготовить хотя бы один закон, нужно изучить всю законодательную базу федеральную, учесть региональную законодательную базу. Для этого нужен мощный правовой аппарат. Конечно, в первую очередь это правовая работа. Помимо правовых вопросов, на повестке дня борьба с коррупцией и работа с обращениями граждан. Этой теме отдельное внимание. Ведь зачастую от того, как сработает помощник районного депутата, каким образом и в какой срок доведет проблему конкретного человека до вышестоящих структур, зависит ее решение. От тех, кто принимает обращения граждан, по сути, многое зависит. Взять хотя бы разбитые дороги. Из-за того, что они в таком состоянии, люди порой ругают всех подряд, включая президента. Хотя решать вопросы благоустройства должны власти на местах. Здесь, конечно, очень важно понимать, что мы все несем ответственность перед людьми. И губернатор, и председатель законодательного собрания, и органы местного самоуправления. И от того, как мы все вместе будем работать в единой команде, зависит благополучие каждого из людей Владимирской области. Социальная политика региона. В Государственной Думе прошел круглый стол, на котором обсуждалась социальная часть федерального бюджета на 2018 год. От Владимирской области в дискуссии принимал участие депутат ЗАГС Собрания Алексей Андрианов. Каковы основные приоритеты бюджетных расходов на ближайший год? Об этом и спросим председателя комитета облпарламента по соцполитике. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Юрьевич, несколько слов о той дискуссии, которая была в Государственной Думе. Что, куда, к чему и почему в плане социальной политики? Первое, на чем бы я хотел остановиться, это, конечно, исполнение майских указов президента. Как вы знаете, особенно становлюсь на 597 указе президента, это повышение заработных плат нашим бюджетникам до средней по региону. Все наши профильные департаменты приняли дорожные карты по повышению заработной платы данной категории граждан. И скажу так, что эта задача целиком и полностью исполняется в нашем регионе. Минимальный размер оплаты труда будет приравнен к величине прожиточного минимума. Это тот вопрос, на котором мы все дискутировали, наверное, последние 25 лет. Решение этого вопроса потребует немало усилий от бюджетов всех уровней. Он будет решаться поэтапно. С 1 января 2018 года МРОД будет составлять 85% от прожиточного минимума. А уже с 1 января 2019 года он будет составлять 100% этой величины. Не обошли стороной и поддержка НКО. Поддержка НКО также останется как минимум на прежнем уровне. Хотя мы также здесь согласны с депутатами Государственной Думы, что все-таки надо, может быть, и где-то увеличить еще. Федеральный бюджет сохранит свою социальную нагрузку. И все те обязательства, которые государство взяло на себя до этого, они также будут исполняться. Алексей Юрьевич, если ближе к 33 региону, что у нас, какая сейчас ситуация с социальными учреждениями, насколько они доступны для населения, насколько хорошо оборудование, каково оснащение? С 2013 года мы получили 162 миллиона рублей. Это как раз эти средства пошли на строительство новых учреждений, так называемые Дома Милосердия. Очередь в данном учреждении составляла порядка 460 человек. На данный момент эта очередь составляет 45 человек. А вот с открытием Вязняковского дома-интерната мы надеемся на то, что этой очереди не будет вовсе психоневрологического профиля. Более того, также дополнительно порядка 62 миллионов рублей мы получили на реконструкцию и ремонт данных учреждений. В целом, если брать социальные услуги, насколько они доступны сейчас для населения? Я считаю, что они очень доступны, если гражданин, скажем так, по каким-либо причинам отказывается от стационарной формы обслуживания. Да, у нас есть такие альтернативные формы обслуживания. Хочу вот здесь привести такие примеры, как в регионе работает такая форма, как приемная-приемная семья для одинокопроживающих пожилых людей, для инвалидов. Есть такой инструмент, механизм поддержки, как индивидуальный помощник для наших инвалидов-опорников. Спасибо большое. Я напомню, о социальной политике региона мы беседовали с депутатом Законодательного собрания Алексеем Андреановым. По асфальту, как по льду. Во Владимире стартовали необычные соревнования по автослалому. Организаторы придумали специальное приспособление, чтобы имитировать движение машины на снежной дороге. Первыми проверить свои навыки экстремального вождения решились владимирские студенты. Никита Королёв к ним присоединился. Вот так со свистом контролирует машину опытный инструктор. Заднюю часть авто заносит будто на льду. Такое ноу-хау придумали специалисты автотранспортного факультета. Поставили задние колеса легковушки на две самодельные тележки. Идея возникала давным-давно. Собирали сами, можно так сказать, на коленке. Это имитация льда для того, чтобы подготовиться именно не уже когда зима, а именно чтобы на асфальте можно было подготовиться. Испытать приспособление решили на соревнованиях. Первыми подопытными стали студенты. Пока желающих проверить свои навыки вождения нашлось немного, всего 9 человек. Вот так осторожно крадется по трассе участник соревнований. Задача объехать максимально быстро все конусы. Сбил один, получил штраф и на хорошее время можешь не рассчитывать. При этом надо не забывать, что любое неосторожное движение и машину закрутит, как на льду. Со стороны кажется, что ничего сложного в таком вождении нет. Ведь каждый из нас давал змейку на экзамене и каждый из нас водил машину зимой. Давайте попробуем видеться в этом сами. Так, хожу в поворот, делаю очень крутую петлю, нажимаю газ, в обратную сторону. Отлично, поворот вошел. Ну, из него не уезжал. Улетел с трассы. Трудно признаться, хоть я вожу машину не первый год, но проехать круг без помарок у меня не вышло. Я сбил три конуса и заглох 10 раз. Так что еще учиться и учиться. А вот Иван из Радужного оказался гораздо успешнее. Прошел весь этап без ошибок. На соревнования заявился с друзьями. Решили выяснить, кто из них лучший водитель. Зимой, признается, частенько с товарищами гоняют на парковках крупных торговых центров. На сленге это называется «валить боком», то есть «пускать машину в управляемый занос». Видимо, такие навыки оказались Ивану полезны. Соревнования он выиграл. Вообще, надеялся, что вдруг меня обойдет, потому что он до этого занимался таким видом вообще на автодроме. А я как бы до этого не ездил в этих соревнованиях. Очень понравилось, конечно, необычное ощущение, особенно на задних колесах с тележками. Ну, опыт в том, что если на колесиках остановиться, машина двигается либо вперед, либо назад. То есть, как стоят колесики. При реальности она в любом случае с повернутыми колесами повернет, незнависимо на льду, на асфальт. А здесь, то есть, сложность в том, что если ты остановился, только прямо можешь тронуться. Такие навыки экстремального вождения пригодятся, возможно, уже совсем скоро. В ближайшие дни синоптики прогнозируют ухудшение погоды, вплоть до мокрого снега ночью. Никита Королёв, Егор Хребко, 6 канал. Швейцарские годы Солженицына. Во Владимире открылась уникальная выставка фотографий и документов об одном из поворотных этапов в жизни знаменитого писателя. Первые посетители пообщались с его вдовой Натальей Солженицыной. Чем она поделилась с владимирцами, знает Маргарита Махрова. Когда его увели, сначала его арестовали, увели в Лефортово, на следующий день выслали, то я с друзьями всю ночь жгла разные тазу на кухне, жгла всякие разные материалы, которые, как я думала, могли утяжелить его участь. Только через сутки, 14 февраля 1974-го, семья и друзья Солженицына узнали. Опального писателя высылают из страны, в немецкий Франкфурт-на-Майне. Жена Натальи и трое детей вскоре тоже отправились за границу. Семья перебралась в город Цюрих. Этот период стал одним из переломных в жизни и творчестве писателя. Адаптация после высылки с родины, новые друзья, напряженная работа и долгожданное вручение Нобелевской премии по литературе. Эти события уместились в два с половиной года жизни в Швейцарии. О самых ярких событиях тех дней на стендах рассказывают фотографии и документы. Многие из них впервые представляют зрителям. Организаторы подчеркивают, эту выставку можно и нужно читать. Наталья Солженицына вспоминает, что в их доме в Цюрихе всегда было много гостей. Случались и казусы, в которых тоже отражается эпоха. К примеру, белый эмигрант Василий Орехов, встретившись однажды с Солженицыным, стал обсуждать странную переписку. У меня же ваши письма, я никогда вам не писал. И выяснилось, что писал им у КГБ, подделывая потерь. Наталья Дмитриевна вспоминает, за весь швейцарский период с 1974 по 1976 годы у них было всего 4 дня отдыха, когда друзья показали красоты Швейцарии. Всё остальное время писатель работал. Супруга была первым читателем произведений и часто выступала редактором. Это была очень счастливая работа. Вместе вообще нам очень друг с другом, по-моему, повезло. Мне во всяком случае, но вроде бы и ему, и мы жили очень такой счастливой, жаркой жизнью. И, конечно, очень его не хватает, но я всё-таки общаюсь каждый день с ним, именно потому что я занимаюсь его текстами. И я так слышу его интонацию. Выставка «Швейцарские годы» Александра Солженицына приехала из Москвы во Владимир не случайно. В следующем году исполняется 100 лет со дня рождения писателя. К тому же имя Солженицына связано с Владимирским краем. В 50-е годы Александр Исаевич работал учителем в Мизиновской школе Гусьрустального района. И там общими усилиями сохраняют память о нём. По инициативе жителей посёлка создан туристический проект. Называется он «Маршрутами Солженицына». И практически со всей страны, из-за рубежа едут гости туда. Это здорово, когда в целом проявляется вот такая инициатива граждан, когда жители сами помнят свою историю. Выставка будет работать до 20 ноября. Посетить её могут все желающие. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал. На этом всё. Далее вас ожидает блок полезной информации. Смотрите наши новости в прямом эфире и в интернете на сайте www.6tv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. В 33-м регионе сегодня вечером прогнозируют облачную погоду. Возможно осадки, а столбики термометров вечером покажут 6-8 градусов со знаком «плюс». По сведения метеорологов, завтра в областном центре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха прогреется до плюс 9 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха составит 85%. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба.